Моя, ты хорошая. Вот это зарядка. Это я понимаю, проснулись. Ну-ка все на зарядку, как Мэри. Раз, два. Вот так. А ты хорошая, молодец. На улицу пойдешь? Еще не доделала. Давно не было у нас на канале зарядки. Пойдешь на улицу, Мэри? Пойдем? Доброе утро. Мэри, пошли. Пойдем. Она уже под одеяло взрывается. Пойдем, Милу искать. Пойдем? Мэри, пошли. Она уже под новой под одеяло взрывается. Пойдем. Пойдем. Вон она бегит. Мило. Все ночью ее не было. Заходи. Заходи давай. Заходи. Пойдем. Вот она. Друзья, всем привет. 3 декабря. Температуру давайте посмотрим. Один или два градуса мороза. Сейчас я открою, Мэри, пойдем. Выходи. Милка как ушла, часов 8, наверное. И вот только-только зашла. Выходили и звали ее. И в 10, и в 11. Да и позже взвали. Нету. Хорошо, что в гараже, что там сарайчики. Специальные отверстия внизу. Походу она там охотится. Походу она там и дремает. Работа такая. Ну, ночное животное. Спала вчера целый день на Мэрином месте. Унатолий экспроприировала вчера у Мэри. В лес мы не пойдем. Сегодня. Просто так погуляем. Даже невзирая на то, что минус 2, ветра нет. Погода хорошая. Вчера был такой интенсивный рабочий день у всех. Сейчас пойдемте, покажу вам то, что уже начали делать. Пошли, пошли. Давай, заходи. Каждое утро не скучно. С кем-то, ну, прогуливаясь. Не знаю, как оно сейчас будет видно. А ты куда пошла? Ну, давайте с ней выйдем. Сейчас открою. Подожди. Сейчас. Любительница, она вот на ту сторону. Туда выйти. На вот эту сторону выйти. Пойдем. Сейчас напишет. Здесь была Мэри. Такая смешная. Выдает папахи в этой. Надо же с этой стороны обозначить. Мэри, мы далеко не идем. Все-таки вот эта краска очень хорошая. На резиновой основе. Волос надо повышать. Тогда будет слушать. Давай, давай, давай. О, ты такая послушная сегодня. Сюда иди. Заглазил. Иди быстро, заходи, говорю. Давай бегу. Ты домой пойдешь? Ну, пойдем. Пойдем, пойдем. Давай, заходи. Ну? Проходи. Сейчас я свет здесь включу. И начну уже показывать с веранды. Вам, наверное, плохо видно. Но вот это вот в сетке. Это Света делает с куриной грудки. Я не знаю, как она называется. Короче, посолила, поперчила. Вялит, вялит мясо. А сетка рыбацкая. Не нашел я, которую рыбу сушить. Пришлось в садок. Ну, да ладно. Не об этом разговор. Смотрите, что у нас уже. Мерцает почему-то камера. Не знаю, почему. В общем, лежит у нас уже большая половина веранды. Лежит у нас плитка. Она уже схватилась. Работал всю ночь дуйчик такой, тепло. Ну, потому что на улице мороз. В общем, вот здесь у нас вот такая уже красота вырисовывается. У нас работало вчера три мастера. Три. И сегодня, наверное, будет три. И опять же, выключают электричество. Хорошо, что есть генератор. Хватает на все. И хорошо, что провел уже электричество так полностью по кольцу. от дома, к беседке, к гостевому домику и к гаражу. Отключаю автоматы дома и включаю в обратную сторону через генератор. И полностью есть везде электричество. Как в доме, как в гостевом домике. Как вот здесь, в летней кухне. Пойдемте покажу. Вот начало. Опять же, света нету. Здесь еще не сделаны. Стоит только одна розетка. Но, как вы видите, уже подбито парабарьер. Лежит на полу ОСБ. И уже зашивается под гипсокартон. Одна стена уже профилем обшита. Вот это сделали вчера. помимо плитки. Еще сделали вот так вот в этой комнате. Ну, давайте зайдем уже в гостевую комнату. А запаха-то нет. Запаха-то нет. Кто-то посоветовал в комментариях, я не помню. Говорит, набери воды, налей туда уксуса и поставь. Друзья, запаха нет. Плюс еще, конечно же, была форточка открыта всю ночь. Но запаха нет. Света уже, смотрите, ставит свой кабинет, раскладывает свои принадлежности. Я вчера показывал в ролике, сколько у нее всяких штучек для маникюра. Это просто я даже не знал, что у нее столько их. не могли вчера найти. Сегодня будем искать ножки для полочки для второй вот здесь рядышком поставить. Писали мне в комментариях, кто-то написал Юра, убери отсюда тумбочку. Реально, и действительно мне вот так зашел, она там не надо. Я ее уберу, диван полностью подвину сюда, тумбочку поставлю, поставим с этой стороны. плюс еще писали за телевизор. Много комментариев было, так все это мне показывало. Дело в том, что здесь закладная такая из досок, и здесь можно вешать телевизор, ну такой хоть большой, квадратный, это старый, неважно, он выдержит нормально. Тоже писали, как будут люди смотреть, как вы будете смотреть. Телевизор будет с этой стороны. Вот это ламинат, он выдержит все, снизу еще гипсокартон, обычный китайский телевизор, который полтора килограмма весит, небольшой, на 32 дюйма. Да и не только он ламинат этот выдержит, нормально. А здесь можно, в принципе, большая закладная хорошая, здесь какую-то полку можно. В общем-то уже фантазия, посмотрим. телевизор, конечно же, будет с этой стороны, где-то там в углу. Кто придет, клиент к Светлане, тоже вот телевизор, пожалуйста. Либо гости приедут. По Булерьяну тоже писали. Ну, в принципе, правильно. Я думаю, что вот здесь нужно сантиметров 20 вырезать здесь линолеум и тоже еще положить здесь лист металла, либо у меня есть такой небольшой разнос металлический. Просто его здесь положить, чтобы весь мусор, который будет падать, потом взял этот разнос и выбросил мусор. В общем, посмотрим, что-то сделается. Я думаю, что и вот здесь, где стоит шифер, здесь тоже скорее всего положится плитка. Ну, может, я это перестраховываю, потому что мне кажется, что жарко. Поэтому я поставил. Может, на самом деле не так жарко, а то я еще посмотрю. Тем более, мы вчера булерианта перетак, что аж труба, видите, потемнела. Сильно мы его раскочегарили. Так не нужно. Вот. Я думаю, что мастера, когда делали, они думали, что немножко будет ближе сюда. А потом решили сделать. Ну, сделали, как сделали. Поэтому, видите, сзади сколько металла, а спереди совсем мало. Ну, это решается проблема. Вернее, это не проблема, все решимо. тоже спрашивали по этому гостевому домику. Все, больше гостевого домика нет. Будет только Светон кабинет. Смотрите, друзья, ну, гости, если приедут, ну, я не знаю даже, как сказать, ну, раз в месяц кто-то приедет, ну, два раза в месяц. Ну, Света соберет свой столик, в угол поставит, он не будет мешать никому. Пожалуйста, будут гости отдыхать. Мы еще, мы еще все не расставили, не поставили, ни стол, ни стулья. В общем, там еще все расставится. Если кто-то приедет, конечно же, будет отдыхать там. Ну, а если никого нет, а если вообще никто не приедет. Бывает же такое, бывает. К вам гости, как часто приезжают родственники издалека. Поэтому, ну, решили мы так. В этой комнате будет и гостевая комната, и светлый кабинет. Потому что, если сделать чисто гостевую комнату 10 раз в году, она будет использоваться. Ну, жалко, понимаете, правильно? Пойдемте вкусный кофе пить. Светлана готовит, я знаю. Приглашаю вас. Вот она, охотница. Всю ночь не было. И опять на Мерина. В общем, Милка себе отжала. Да, Мерюша? Кто здесь идет? Привет! Хорошие мои. Доброе утро. Доброе. Зимний натюрморт. Ты знаешь, на улице минус два, а чувствуется так, не чувствуется. Я много меньше, я выходила. А, ну да, ты с елочку брала. Шикарная погода, какой день стоит. 21 дома. Кофе уже готов. Отлично. Вот правильно я тогда сказал. Пока Журавлева ремонт не закончат, аномальной погоды не будет. Будет все по феншую, да? Мерюш? Пошутил? Да, но в каждой шутке есть. Мерюшка. Доброе утро. Кто это уже погулял? Мы с Мэрией погуляли. Кто с папой погулял? Запах кофе просто чарующий. На весь дом пахнет, да? Угу. Знаешь, это как в рекламе. Слышишь, а надо кофе поварить в гостевом домике. Сегодня в Турке будем варить наверху бурелья. О, отлично. А ты знаешь, я зашел, запаха-то нет. Да, да, я знаю. Уже вчера он так вот все... Просто он может... Мы хорошо протопили, может быть, из-за этого. Плюс я поставил ведро с уксусом. Вчера налил по центру там вот в комнате вот у синие ведро я же с уксусом поставил. Зашел, ну, запах такой, знаешь, если принюхаться, ну, может будет. Ну, так вот, резкого такого уже нет. И тем более было окно открыто всю ночь. Ну, пусть будет открыто, и теперь ты же не закрывал. Не-не-не. Ну, мы сегодня все равно будем дальше продолжать там заниматься, да? Полки найдем, растаем. Да. Мирюшка, залазь ко мне. Спасибо всем, друзья, за советы, за подсказки, за то, как, что с пластиком делать, что это. Кстати, пластик, который я вчера ложил здесь на батарее, он тоже перестал вонять. Так же? Да. Все, вот тут пластик, от тепла, от жары, он немножко прогрелся на батарее и тоже перестал вонять. Вот точно так мы растопили булериан, и пластик уже не воняет. Сегодня еще протопим, завтра протопим, будет все хорошо. Вам, друзья, правда, большое-большое спасибо за то, что подсказываете, за то, что советуете. У людей уже, знаешь, свой жизненный опыт. И они раз там и дали совет. Многие писали, что тоже такой пластик попадался, и вот так вот так, но она говорит, выветрится со временем, не переживайте. Мы уже и не переживаем. Спасибо вам большое. Добра всем, здоровья и самое главное, мирного неба. Всех ценим, любим и уважаем. Ваши Журавлевы. Пока. Подпишись вот сюда. На вот это. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok